Здравствуйте, друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Сегодня хочу познакомить своих зрителей еще с одним человеком, еще с одной семьей, которая приехала в Омаху, Яна и Олег. И еще у них есть сын Артем, Артем сейчас в школе, Олег на работе, а Яна сейчас находится пока дома. Всем привет, всем здравствуйте, очень приятно. Четыре месяца уже здесь, уже пятый месяц пошел, как мы приехали. Пятый месяц. Откуда приехали? Из Крыма. А из какого места? Крым большой? Крым, Ялта, возле моря. Крым, Ялта, возле моря. Да, мисхор вообще. А почему такой странный выбор, с точки зрения людей, которые вроде бы у моря, вот, и раз, и уезжаете в совершенно глубь континента? С чем был у вас выбор основан на Омахе? Почему вы решили на Омахе остановиться? Ну, место выбирал муж, он очень сильно много мониторил, читал, выбирал, смотрел канал твой, смотрел. Как ты расхваливаешь это место, как ты рассказываешь, что здесь хорошо, ну, как бы, не тяжело и недорого, что, как бы, немаловажно. Ну, и вот четыре месяца прошло, не жалеете о выборе места? Нет. Спокойно, спокойно, тихо, можно сказать, как дома, даже погода у нас, я с родителями связываюсь, один день разница, как у них, так у нас, в принципе, погода, все. Широта Стамбула, получается, Омахе, я сравниваю, плюс-минус, но единственное, что здесь резкий континентальный климат, а в Стамбуле все-таки более влажный, из-за того, что море Атьян, здесь, конечно, немножко посуше получается. Но, в общем и целом, климат, в принципе, одинаковый с вашей Ялтой, то есть зиму вы еще не застали, зима у вас еще впереди, но тоже не разочаруетесь, я думаю. Ну, снег увидим, у нас в Крыму это вообще редкость. Ну, сказали, что здесь, да, можно и на санках покататься. Ребенок будет рад. Ну, немного снега выпадет, хочу вам сразу сказать. Да, все, достроились. Кататься на санке вам придется ехать в Колорадо, вот, особо тут на санках не покатаешься. Ребята выиграли грин карту, так что можете посмотреть еще на одних счастливчиков. Кстати говоря, ко мне зачастили люди, которые выигрывают грин карты, потому что на самом деле люди, которые как раз вот едут счастливчики, у них гораздо все проще получается, потому что достаточно приехать сюда и иметь гораздо более скромные средства для своего старта, потому что практически сразу, только вы получаете номер социального страхования, можно найти работу, да. Как, собственно говоря, нашли работу в Лего. Ну, я считаю, что засиделся он на месте, ему пора уже двигаться, так что я думаю, что сейчас тебе нужно его толкнуть. Нужно его немножко подтолкнуть вперед, чтобы сходить на ярмарку вакансии, ну и, собственно говоря, уже пора искать более место оплачиваемое. Потому что для старта это хорошо, но, на мой взгляд, с его возможностями язык он уже притянул, считаю же, да. Да, он очень хорошо разговаривает. На том уровне, когда приехал, и сейчас, конечно, тебе большая разница, ну, думаю, да. Ну, он быстро вспомнил, он же здесь был уже, поэтому ему как-то легче. Хорошо. А ребенок у тебя ходит в школу, да? Да. Сейчас должен, кстати, приехать в школьный автобус с доставкой. Да, да, с доставкой почти, да. Так, ну и вот подъезжает школьный автобус, который забирает и подвозит детей обратно. Все, кто проживает в этих апартаментах, всех детей сюда привозят и забирают. Ну, вот. Очень удобно. А утром тоже забирают автобус, да? Утром на автобусе. Я уже снимал видео про этот комплекс апартаментов, это West Maple Road и POM 114, да? Да, да. Да. Как вам это местечко вообще, в принципе? Это люди, вот, кто смотрит, выбирает апартаменты. То есть, ваше ощущение от проживания здесь? Есть ли какие-то вот нарекания по самому району? Нет, здесь очень тихо, спокойно, все хорошо, особенно у нас здесь дальний дом, у нас здесь зайчики, енотики, белочки, вообще вся природа у нас. Тишина и покои. Ну, и по большому счету, здесь даже в шагу доступности есть магазины, поэтому Яна пока без машины. Да. Когда, кстати, будешь сдавать-то на право? Буду. У тебя же ученические вроде были, все, уже экспорты. Нет, почему? Еще есть там? На год они дают, да. Ну, пора сдавать, если нужно, еще раз по маршрутику проедемся и давай. Надо, надо, надо. Машина нужна, машина. Типа, что Олег уже спрашивал, можно ли будет там подыскать какой-то недорогой автомобильчик уже там к концу осени, так что я думаю, что ты можешь подыскать какие-то варианты. Ну, вот к концу осени автомобильчик появится и... А, когда будет автомобильчик, то есть, главное, мотивация. Конечно. Очень немаловажный вопрос по поводу ребенка. У тебя, по-моему, 5 лет ему, да? Да. И определили его в элементаре. Да. Сразу же в элементаре определили. Киндергарден. Он такой, скажи, ведь вы специально языком с ребенком не занимались. Потому что я помню, когда первый раз я давал applications в школу и ходили, с языком у него немножко было там... Вообще. Как сейчас у него встали дела? Сейчас, отлично. Песенки поет ребенок, у нас новые слова. А ты знаешь, как это будет? А ты знаешь, как то? Меня этот мальчик научил то говорить. Ну, как бы он общается уже с детьми. Как у него, кстати, коммуникация с американскими детьми, со школьниками там? Легко. Легко с ними, спокойно. То есть, Френдли, нет такого, там как бы, что приехал непонятно откуда, и там все в порядке в школе? Нет, нет. Ну, как дети. Он вот где-то что-то, если не понимает, ему на пальцах объяснили, он все уже понял. Как, чего? Ну, учительница у нас просто замечательная, вообще. Учебный процесс устраивает, да? Да, такой подход. Она каждый день письма пишет, какие там успехи, что, как. Все очень нравится. Хорошо. Вот 4 месяца вы прожили в Омахе. Какое у вас вообще впечатление об этом городе? Потому что люди сейчас, особенно после выборов, которые произошли в России, да и в Украине, тоже ситуация совсем не шоколадная, выбирают, места сравнивают, и людей интересует мнение уже тех, кто приехал, кто какое-то время прожил, чтобы не только там на основании моих каких-то рекламных роликов и опусов, потому что я, конечно, снимаю, стараюсь показывать только позитив, но всякие люди интересуют мнение тех, кто уже прожил здесь. Не обманывали ли это место, не разочаровались ли вы, то есть, насколько вы считаете, что выбор был правильный, насколько... Здесь очень нравится, очень нравится. Главное, вот, что здесь спокойно, тихо, везде приходишь, улыбаются, тебе рады. Уже в спортзале все знают, откуда мы, что мы, кто мы. А у вас тут спортзал где-то рядышком, да, кажется, через дорогу, да? Да, да. Абонемент, кажется, 20 долларов стоит. 20 долларов. 20 долларов, ребят, вот, через дорогу в спортзал, и можно хоть каждый день приходить. Каждый день, да, там и солярий есть, и инфракрасная камера. От заказа до рассвета. Да, 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 можно узагораться на кресле, улежаться на массажном, замассажироваться. Хорошо, еще вопрос по затратам. Вот, смотрите, у вас семья, получается, маленький ребенок, двое взрослых, ты пока не работаешь, аппликейшн сподавала вот в одно место в магазин, так понимаю, там анкета... Прогорела. Анкета там такая, я пытался там помочь людям запомнить эту анкету, там нужно два высших образования, и не факт, что вы эту анкету запомните, потому что лимит времени это какой-то адский ад, это при том, что на какую-то позицию. Не парься, сходим, разберемся с этими анкетами. Так вот, что получается, двое взрослых, работаете только муж, да? Да. А хватает ли вам того уровня, что зарабатывает муж, на то, что вы оплачиваете апартаменты, ваши какие-то регулярные траты, то есть, насколько у вас, не знаю, изменился ваш уровень жизни по сравнению с тем, что вы имели в Ялте, и, соответственно, здесь. Нет ли там какого-то падения в дауншифт, или все осталось на прежнем уровне, то есть, насколько вам этих средств хватает, как у себя ощущения такие вот ваши? Ну, отлично. Ананасы, все фрукты, все у нас есть, все в такой простой доступности. Поехал в магазин, купил, ну, не отказываем себе ни в чем. Захотелось в кафе, пошли в кафе, захотелось туда поехать, в другой город, легко. Кстати, при том, что люди ни разу, ни разу, ни на каком пантре не были, и никакой социальную помощь не получали. То есть, это немаловажный факт, люди, которые приехали с первого дня, рассчитывают только на свои собственные силы, которые сразу нашли работу и не занимаются там побирательством, там нищебродством, а реально сразу постарались как-то интегрироваться в американскую систему. Ну, может, молодец, влился быстро в эту систему. Ну, да, опять же, ну, опять же, я считаю, что ему с его навыками и возможностями, все-таки, мне кажется, нужно работу чуть-чуть поискать другой, который более оплачиваемый. То есть, немножко уровень можно спокойно поднять. Я вижу, потенциал у твоего мужа есть определенный, вот, немножко он засиделся. Хорошо, вопрос относительно моего пакета услуг. Муссируются постоянно определенные категории граждан проплаченных. То, что я как-то не так оказываю стуки, кого-то там пытаясь обмануть или еще что-то. Я уже помню, что рассказывал, что это бизнес. Тем более, сейчас этот бизнес находится на подъеме, это серьезный бизнес. И когда речь идет о серьезных деньгах, и когда идет жесткая конкуренция, люди, которые видят, что у них идет потеря клиентов, и в потенциале они и в будущем перспективе видят, что это потеря резко увеличится, потому что я составил очень серьезную конкуренцию некоторым гражданам из Нью-Йорка. Вот, а начинаются, в ход пускаются разные грязные трюки, как бы, различного рода варианты, как можно конкурента смешать с дерьмом, пустив слухи, муссируйте слухи, ни на чем вообще не обоснованные, не доказанные. Вот, муж имел долгую переписку со мной, прежде чем приехать, вы остановились на именно моем потете услуг. Вот, твое мнение непредвзятое. То есть, как, насколько я отработал ту сумму денег. Ведь многие считают, что да, я там слишком сильно задираю ценник, но я за эти деньги представляю все, что я знаю и все, что я могу, и стараюсь сэкономить деньги своим клиентам, и не допустить, чтобы клиенты попали на какие-то проблемы. То есть, вот, есть ли у вас, у вашей семьи какие-то вопросы по потету услуг? Нет, вопросов нет. Любой вопрос, Максим, все. Вечером позвонила, утром Максим уже у меня, мы поехали, порешали быстро, никаких проблем, никаких вообще, задерживать ни в чем. Да, и несмотря на то, что как бы потет уже закончится, я продолжаю курировать. Все уже на дружеской волне, уже все перешло. Мне не проблема сделать, ты знаешь, да, то есть, потому что то, что я знаю, не составляет проблем, то есть, вот, к примеру, конец года у вас предстоит сдача налоговой декларации. Соответственно, отведем за руку к бухгалтеру, будем налоговую декларацию ставить. Возьмем какие-то еще вопросы, постараемся эти вопросы тоже порешать. То есть, а вот как ты сама считаешь вот этим слухом, то, что я озвучил, это так, то есть, вот, ты сама видишь, что здесь... Это ерунда всякая, не знаю, это какие-то обиженные на жизнь люди, я не знаю. Наверное, еще могут подтверждать какую-то ерунду говорить те, у которых статус нелегальный здесь, и они просто едут сюда и думают, что они за два месяца здесь решат все проблемы. Днем вернулся со школы, хочет похвастаться своим копатчем. Это у тебя пластилин такой или у тебя пластик, который застывает? Нет, это пластилин. Пластилин, да? Знаю, сейчас здесь очень популярный пластик такой, тоже лепишь фигурки, и можно в духовке запечь. А вот мы запекали, покажи слона своего. Мы запекали. Да, ну-ка покажи. О, прикольно. Смотри, такой слон прямо вообще, чумовой. Еще кого-то сделал? А это кто у тебя? Волк. Да. А зуб-то где у волка? Не надо. Не надо? Он без зуба у тебя. Ну, копатч, классно у тебя. Да. Как в школе сегодня было? Ежик. Ежик. Это из Мишарика, что ли? Нет, обычный. А, обычный ежик. Как в школе дела-то? Ну, расскажи, в школе сложно учиться американской? Чуть-чуть сложно. Чуть-чуть сложно? Ну, как тебе язык-то? Идет, ты занимаешься каждый день языком? А с детьми, как у тебя взаимодействие? Нормально. Дружки? Дружки? Дружки-нибудь? Нормально, не обижают? Это не хулиган? Нет? Ещё хулиган не записался? Нет. Ещё не выросла. Это у меня из мультика. Да? А ещё у Яны есть талант. Она офигенно вкусно умеет готовить. Причём у неё специализация на украинско-русской кухне и на выпечке. Вот эта пампушка такая замечательная. Борщец. Вот. Яна, похвастайся. Расскажи, как часто ты готовишь вообще? Я ему, может, и повезло твоему. Готовлю постоянно. У меня два мужчины. Надо постоянно их кормить. Как по-другому. А что тебе больше нравится готовить? Ну, я люблю такое. Петь больше. Больше печь? Больше печь, да. Пирожки, пироги, торты, да. Всё такое. Понятно. Кексы. Всё такое. Слушай-ка, я помню, ты угощал нас пирожками. Прямо были съедены, не доезжая до дома в машине. Сточили пирожки прямо на ура. Слушай-ка, ну, а можете подумать по поводу катеринговых вот этих вот, катеринговых бизнесов. Вообще, весь... Я думаю, что, может быть, те, кто смотрит мой канал, люди, много что в омысле живёт. русскоязычные люди, которые... Может быть, подумать. Ты же, если на выпечке специализируешься, ну, как бы, ты любишь печь, вот... Попробовать такой бизнес с доставкой организовать. Если кого-то заинтересует, то welcome. Да. Хлеб, ты знаешь, ты печёшь отменный. И чёрный, и белый, и что-то... В прошлый раз ещё и рулет, по-моему, кажется, были. Вот эти вот... С корицей. С корицей, да. Мак, вроде, рулет обещала приготовить. Да, всё, Мак никак не куплю. Вот. Так что, почему нет? Ребят, если вы смотрите мой канал, и если вы живёте в Омаха, если у вас с печки с заказом, не знаю, там... Пельмени там тоже делаешь, да? Ну, пельмени долго, но... Ну, можешь, в принципе, да? Блинчики... Ты всё можешь, да? Давайте попробуем. Это нормальная девушка. Напишите сюда в комментариях. Просто интересно собрать, скажем так, такой опрос сделать. Вдруг кого-то заинтересует, вдруг будут потенциальные заказчики для этой замечательной девушки. И тогда человек может попытаться запустить свой собственный бизнес, вот, и будет снабжать в Омахе людей, которые заинтересованы. Кстати, супы можно на выносе, думаю, делать, и всё, что угодно. Любая русско-украинская кухня. Вот. И, может быть, эта тема у тебя пойдёт. Почему нет? Давайте попробуем такую рекламу сделать здесь на канальчике. Да. Почитаем комментарии, что люди пишут. Ну, и дальше. Гадости не писать. Гадости, гадости не писать. Буду каждого вылавливать. Персонально, да. Вот. Опять же, рекомендую с темой, например, замороженства продуктов, пойти на русскую заправку, там, с этим Георгием пообщаться. Почему нет? Это тоже, может быть, вдруг им эта тема будет близка, потому что, там, появилась у них, там, и корейская морковь, или ещё что-то. Знаете, ты салат не очень любишь делать, а вот с выпечкой, с каким-то бородой, да? Всё такое, что с тестом, то... Тесто – это твоё. Да. Тесто – это твоё. Я уже это понял, вот, по тем образцам продукции, которым ты мне угощал. Так, сейчас попробуем, что это у нас. Ну, сильно не соли, он-то нормальный. Ну, я люблю солёно-перчёное. Я люблю, сейчас мы всё это перемешиваем. Выглядит просто фантастически. Учитывая, что я сейчас сижу на диете, о май гад, да, пусть мой диетолог закроет глаза на это безобразие, не видит это, но удержаться я, к сожалению, не мог. Это мой лёгкий человек. Лёха, не смотри, пожалуйста, это, я тебя очень прошу. Сейчас сегодня пойду на беговую дорожку и обещаю скинуть целых 3 килограмма, если мне удастся это сделать, но я не могу устоять вот перед этим и перед этим. Пусть там у меня произойдёт инсулиновый, как там ты говоришь, всплеск или ещё что-то, я не могу. Это пахнет просто фантастически. Я не могу с собой ничего. Это реально. Он сам тепло обратно попал, да, есть такое? Ложечка маловато. Вы бы мне ещё дали, знаете... Черпачок? К такому супу нужен половничек. Половничком такой суп надо есть, а не маленькой ложечкой. Ребята, реально борщ. Вообще супер. Так что посчитай, сколько будет стоить производство борща с катерингом на вынос, потому что я думаю, что изрядное количество людей, проживающих... Слушай, это уже вопрос, уже второй. Для начала надо собрать маркетинг и посмотреть, будут ли люди заинтересованы, к примеру, заказать готовый суп с выносом. Вот. Здесь время деньги. Здесь время считают. Люди работают здесь до упора, а вечером готовить особо не хотят. Я бы, например, с удовольствием подписался на программу доставки такого супчика. Вот реально. У меня же она просто не любит суп приготовить. Но это реально. А, пампушечка. С чесночком. Ммм. Чесночка. Ребята, надо было прибудить. Те, кто сейчас смотрит в офисе передачку, кто это... Фрагмент этого сюжета. Лучше поставьте на паузу, не смотрите. Мой любимый формат. Еда без границ. Мой супер дизайн бабочкой. Да. Ну и, кажется, послесловие. Ян, ну вот скажи, а какие у тебя вообще глобальные планы на Америку? Глобальные планы? Да. Что бы ты хотела? Первое очередное, хочу родителей сюда забрать. Хочу, чтобы они со мной жили рядом. Понятно. А дальше? А дальше родители уже приедут, и будем делать с ними дела. Бизнес какой-то свой будете делать, да? Да. Пока будешь присматриваться. Да, пока я промониторю, что где здесь интересно, чего нет, может быть. Надо бить туда, где еще ничего нет. Ну, здесь непаха на край возможности, ты сама видишь. Что-то такое фермерский, и есть и в крупных городах куча русских магазинчиков и каких-то разных тем, здесь непаха на край возможности. Непаха на край все что угодно можно сделать бизнесом. Бизнес, да, конечно. Кого нет мыслей? Надо поднапрячься. То есть пока будешь присматриваться и в конце концов придумаешь? Да. Мне надо сейчас сначала прощупать всю аудиторию и запустить щупальцы свои везде. Свой канал не думал и вести? А надо подумать на эту тему. Хотя по поводу готовки, если у тебя это хорошо получается, если ты знаешь много рецептов, может снимать даже просто тупо на, не знаю, там, на какую-то самую примитивную камеру. Я думаю, что людям даже будет интересно посмотреть. Я, например, многие рецепты в интернете искал, смотрел, потому что я когда что-то ищу, необычное приготовить, далеко не все вещи знаю, как готовиться, ищу, какие-то видео-тютеры, как делать то, как делать это. И если рецепт достаточно простой и лаконичный, человек достаточно подробно все рассказывает, как, что сделать, я, как правило, даже на этот канал подписываюсь даже. Да, я тоже. Ты тоже смотришь кулинарные каналы? Конечно. Надо же удивлять, как-то. Любимые есть каналы какие-то? Ну, я смотрю у всех по чуть-чуть. Да? Да. Так, в ленте, когда там какое-то новое что-то выходит, смотрю. Ну, свой канал, то есть я заранил, у тебя мысль. Да, сюда зернышко посадил. Да, свой каналчик, да, да. Ну, почитаем-ка, какие-то комментарии будут под этим видео. Вот, надеюсь, что доброжелательные комментарии. Еще должен Олег появиться, я думаю, с удовольствием бы я у вас совместное видео с него, с Олегом бы тоже пообщался, потому что понять, как ему там работает, и вообще, как все происходит. Вот, после четырех месяцев. Вот. Вот в таком вот формате мы заканчиваем первое интервью. Ждем ваши комментарии. Хорошего всем дня! Субтитры сделал DimaTorzok